Диана Шилова Диана Шилова Добрый день, уважаемые абитуриенты! Я рада приветствовать вас здесь и предложить вам информацию о магистрских программах юридического факультета Казанского федерального университета. Приглашаю вас на нашу магистрскую программу «Антикоррупционная деятельность». В рамках этой программы магистранты получат знания о том, как выявлять и предупреждать коррупционные правонарушения. Наша магистрская программа «Европейское и международное бизнес-право» реализуется на английском языке и предназначена прежде всего тем студентам, которые планируют осуществлять свою профессиональную деятельность в сфере внешнеэкономической деятельности. Организуется и реализуется совместно с консорциумом университетов России и рядом с рубежных вузов под эгидой Организации Объединенных Наций. Она предназначена тем, кто планирует связать свою профессиональную деятельность с правозащитными механизмами защиты прав человека в национально-правовой системе и в международном праве. Добро пожаловать на магистрскую программу «Правовая аналитика» в кафедре теории и истории государства и права. Наша программа уникальна. Она основана на высоком кадровом потенциале предназначенного состава нашей кафедры и вобрала в себя опыт лучших ведущих вузов страны и мира. Мы постарались сделать программу максимально интересной и насыщенной, ориентированной на подготовку юристов, способных осуществлять качественный правовой анализ в различных областях профессиональной деятельности. Дорогие наши абитуриенты, магистратура 2020, приглашаем вас к поступлению сразу на две магистрские программы, в которых принимает участие кафедра уголовного права. Специалисты в этой сфере будут в равной степени разбираться и в материальном праве, и в функциональном праве. Такого рода юристы представляют очень важную ценность для науки и для практической работы, поскольку эти отрасли тесно связаны между собой. Вы можете подготовить себя для работы в судах, адвокатуре, батареате, правоохранительных органах. Приходите к нам, мы вас ждем. Иностранные права, исламские права, информационные права, современные информационные технологии, блокчейн и криптовалюты, недвижимость и сделки с ней, семейные права, право собственности и договоры, корпорации и корпоративные отношения. Все это и многое-многое другое изучается нашими студентами. Мы приглашаем на нашу магистрскую программу юридическая защита прав граждан по уголовным делам. Прямо сейчас к нашему эфиру присоединился еще один гость. Это Авдонина Юлия Николаевна, технический секретарь приемной комиссии юридического факультета КФУ. Дорогие гости, мне бы прямо сейчас хотелось услышать от вас, что из себя представляет юридический факультет. Понятное дело, там учат юристов, но у кого-то, возможно, еще. Добрый день, уважаемые авиатуриенты КФУ. Наконец-то о своих магистрских программах готов вам рассказать юридический факультет. Давайте я, наверное, озвучу пару слов об этом структурном подразделении КФУ. Юридический факультет не так давно отметил свое 215-летие. Он является одним из известнейших и одним из старейших юридических центров Российской Федерации. За его столь длительную историю на юрфаке сложились известнейшие научные школы. Были разработаны лучшие образовательные практики. И, конечно же, этот лучший опыт лег в основу наших магистрских программ. Обучение в магистратуре мы осуществляем по направлению подготовки 40.04.01 юриспруденция. Выпускники наших магистрских программ получают квалификацию юрист и могут осуществлять свою профессиональную будущую деятельность в различных органах, в различных организациях. Это и частные организации, государственный сектор, это и адвокатура, нотариат, судебные органы. Наши магистрские программы разрабатываются в строгом соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. Каждый год мы стараемся адаптировать наши учебные планы, наши образовательные программы под требования работодателей, под запросы, которые складываются на рынке труда. Кроме того, мы стараемся учитывать тенденции, которые существуют на данный момент в образовании. Поэтому можем сказать, что наши магистрские программы достаточно гибкие. Каждый год мы стараемся учитывать при их разработке лучшие практики. Каждый год мы предлагаем нашим абитуриентам новые магистрские программы. И на видеоролике вы не так давно видели, какие магистрские программы мы готовы предложить вам в 2020 году. Возможно, есть смысл их повторить. Давайте я их еще раз озвучу. В 2020 году юридический факультет предлагает своим абитуриентам 11 магистрских программ. Это на самом деле достаточно много по опыту, по исследованиям плана приема ведущих российских вузов. Можем сказать, что здесь мы ни в коем случае не отстаем. В 2020 году у нас заявлены профили антикоррупционная деятельность, профиль европейской и международной бизнес-права. Это англоязычная программа. Далее профиль международной защиты прав человека, который реализуется в составе консорциума вузов под эгидой уполномоченного по вопросам прав человека. Профиль правовая аналитика, правовое сопровождение бизнеса, предварительное расследование правосудий по уголовным делам, судебный юрист в гражданском, арбитражном и административном процессе, частное право и бизнес, юридическая защита прав граждан по уголовным делам, юрист в органах публичной власти, юрист в сфере цифровой экономики. То есть, я думаю, вы видите, что направлений достаточно много, и я думаю, что каждый из вас может обязательно найти интересующий его профиль и интересующие его дисциплины. Спасибо. У нас появился первый вопрос на направлении частное право, какие предметы необходимо сдавать. И я думаю, мы можем заранее сказать о том, какие вообще вступительные экзамены предусмотрены и, возможно, как они будут проходить в этом году. Да, конечно же, это один из основных вопросов, который, видимо, может поступать в рамках нашего сегодняшнего мероприятия. Отмечу, что для всех магистрских программ у нас установлен общий конкурс и установлено единое вступительное испытание в форме письменного экзамена. Поэтому, вне зависимости от того направления, которое вас интересует, форма проведения экзамена, порядок проведения экзамена и конкурсная группа, что не менее важно, будет одна. Для всех профилей у нас установлен, повторюсь, письменный экзамен. Экзамен будет проходить онлайн в связи со сложившимися обстоятельствами. Экзамен будет представлять из себя письменное решение задачи. То есть в программу мы уже внесли те блоки, те разделы, которые нужно будет изучить, рассмотреть авиатуриенту. И далее, по тем вопросам, которые отражены в программе вступительного испытания, по каждому профилю будет предложена одна задача. И именно результаты решения данной задачи будут являться результатами вступительного испытания. Возник такой вопрос. Есть ли академическая мобильность зарубежная специалитета? Я думаю, этот вопрос не касается магистратуры в то же время. Но я думаю, можно ответить по магистратуре, то, что двойные дипломы, допустим. Нужно отметить, что академическая мобильность у нас присутствует на всех направлениях подготовки юридического факультета. Это касается и бакалавриата, это касается специалитета. У нас их два направления подготовки по специальностям. Правообеспечение национальной безопасности и судебно-прокурорской деятельности. И, конечно же, в рамках магистратуры это тоже возможно. Единственное, что имеет особенность, это период, когда непосредственно человек может поехать в другую страну, для того, чтобы получить опыт обучения за рубежом. То есть, если специалитет 5 лет, бакалавриат 4 года предполагает обучение, то, соответственно, со второго года обучения это возможно сделать. Ну, желательно, чтобы до последнего года обучения это произошло. То есть, там, второй-третий курсы бакалавриата, со второго по четвертый курс специалитета. И по применительной магистратуре, здесь, поскольку всего два года обучения, то это, как правило, возможно ли со второго семестра первого курса, либо, соответственно, вот третий семестр это обучение в осеннем семестре второго курса обучения. Вот это возможно, поскольку Казанский университет в целом, да, как бы имеет достаточно хорошие связи с зарубежными вузами, порядка 300 и более 300 соглашений подписаны на двухсторонних. У нашего факультета практически все эти возможности университетские существуют. Ну и, безусловно, мы тоже имеем хорошие контакты, ну, более 30 вузов, с которыми у нас непосредственно тесные контакты имеются. Это и Западная Европа, это Лёвенский католический университет, например, который входит в топ-100, или Университет Маастрихта, или Университет Гренобля-Альпы, Франция. Это также и университеты азиатские, это японские университеты очень известные и хорошие, это университет Цукубы, целый ряд других, это и китайские вузы, это и вузы иных государств мира. То есть, в общем-то, в этом плане у нас контакты весьма хорошие. В том числе есть возможность поехать как на бесплатной основе за счет стипендии, которая предоставляется либо Министерством науки и высшего образования, есть программы соответствующие, есть возможность поехать по программам, которые предлагаются в рамках проекта Erasmus+, Европейской комиссии, и у нас есть порядка 15 соглашений университета с вузами в рамках этой программы, есть соответствующие варианты, поддерживаемые такими крупными структурами, как ДАД, например, в рамках Германского фонда поддержки мобильности, есть соответствующие проекты, которые поддерживают самок двухсторонних обменов между вузами. То есть, есть, конечно, такая возможность, ее нужно использовать. Хотелось бы также отметить, в дополнение сказанного, действительно, имеющееся соглашение Казанского федерального университета, юридического факультета с зарубежными вузами позволяет и нашим бакалаврам, и магистрантам активно участвовать в программах академической мобильности, и как представитель деканата хочу сказать, что мы всячески поощряем такое участие, идем навстречу всем обучающимся. У нас есть случаи, когда магистранты сразу после поступления к нам на юрфак сразу же уезжают на обучение в зарубежный вуз, и они спокойно получают два диплома, то есть обучаясь и у нас, и за рубежом. Мы создаем для них все необходимые условия, которые касаются возможности дистанционной сдачи сессии, дистанционного прохождения государственной итоговой аттестации. Поэтому, если будут соответствующие запросы и потребности, то мы всячески будем стараться их удовлетворить. Поступил вопрос, много ли бюджетных мест в этом году, где можно ознакомиться с этой информацией? Давайте я отвечу. С количеством бюджетных мест и, в принципе, с планом приема в магистратуру юридического факультета, да и на бакалавриат, можно ознакомиться на сайте приемной комиссии в разделе цифры приема, то есть они отдельно указаны для бакалавриата, для магистратуры. Что касается количества бюджетных мест в магистратуре, то в этом году у нас 34 бюджетных места на очную форму и 25 бюджетных мест на заочную форму. Из этих 20 бюджетных мест на заочную форму два бюджетных места выделены отдельно на профиль правового сопровождения бизнеса. Но здесь стоит иметь в виду, что данные цифры установлены для всех магистрских программ. То есть конкурс у нас единый, и эти 34 бюджетных места, например, по очной форме обучения, будут распределяться между всеми магистрскими программами, исходя из результата вступительного испытания. Вопросы достаточно, и ответ на него очевидный. Спрашивают, можно ли поступить на магистратуру юридического факультета, закончив при этом совершенно другой вуз. Конечно же можно, но можно ли поступить с другого направления? Тоже известно, можно, да. Все, любые границы открыты. С другого направления? Ну, то есть, допустим, я училась на журфаке и пошла на ирфак. Безусловно, у нас нет никаких входных барьеров в виде обязательного наличия первичного юридического образования. Магистратуру юридического факультета можно поступить после получения высшего образования по любому из направлений подготовки. То есть, неважно, обучались вы физике, химии, биологии, вы тоже можете поступить в магистратуру по юриспруденции. Более того, количество желающих лиц с неюридическим образованием обучаться в магистратуре с каждым годом растет. Мы эти запросы учитываем, в том числе и при построении наших учебных планов и образовательных программ. Поэтому мы стараемся закладывать дисциплины, которые были бы интересны не только для лиц с юридическим образованием, но в том числе и те дисциплины, которые будут интересны и полезны нашим магистратам, которые с юриспруденцией знакомятся впервые. Поэтому, да, безусловно, любое высшее образование по любому направлению подготовки позволит вам обучаться в нашей магистратуре. Что интересно, если добавить, то, например, на профилях, которые связаны с частным правом, активно учатся студенты, которые получили экономическое образование. На направлениях, связанных с международным правом, допустим, достаточно большое количество ребят с отделением международных отношений и соответствующих факультетов, как других вузов. То есть, на самом деле, есть определенная специализация тематическая, но это совершенно не обязательно, будет жестким условием. То есть, главный вопрос — это сдать экзамен. И в данном случае тот экзамен, о котором говорил Лариса Сергеевна, собственно, он предполагает возможность поступать сюда всем заинтересованным в получении качественного образования. При поступлении на магистратуру, на сколько направлении абитуриент может подать заявление? Я думаю, здесь ответит наш технический секретарь приемной комиссии Авдонина Юлия Николаевна. При поступлении в магистратуру на юридический факультет у нас направление общее, как сказала Лариса Сергеевна, это юриспруденция, а внутри, соответственно, ежегодно мы дополнительно в системе есть ранжированный список, где абитуриент указывает приоритет, первый приоритет, куда он прежде всего хочет поступить, на какое направление, допустим, это юрисфер цифровой технологии, либо же также он указывает второй приоритет, там дается три приоритета установить, система дает, и, соответственно, на три направления он может подать заявление, только нужно учесть, что, как бы, в любом случае вступительный экзамен он один, и ему нужно будет определиться, куда все-таки он хочет пойти в дальнейшем учиться. Возник вопрос. На официальном сайте Казанского федерального университета написано, что дипломанты и я-профессионал могут быть приравнены к стабальникам. Как понять могут, какие дополнительные условия существуют для участников? В соответствии с правилами приема Казанского федерального университета дипломанты Олимпиады я-профессионал могут быть приравнены к лицам, которые получают максимальный балл за вступительное испытание. Казанский федеральный университет являлся в этом году одной из площадок проведения очного этапа Олимпиады я-профессионал, но итоговое решение мы принимаем по результатам вступительного испытания. То есть фраза «может быть» позволяет нам уже после проведения вступительного испытания рассматривать вопрос приема на бюджетное место дипломантов Олимпиад. В этом году в связи с пандемией отправка диплома бакалавра отсканированная будет ли считаться за принятием оригинала? Или же нужно будет отправлять все-таки? В этом году в связи со сложившимися условиями мы будем засчитывать копии ваших документов, а также нужно будет прикрепить отсканированное подписанное заявление о согласии на зачисление. Именно по нему мы, соответственно, будем зачислять на бюджет и на контракт также на основании этого заявления и заключенного договора и оплаты по нему, соответственно. Но в течение года абитуриент и уже студент может предоставить в ВУЗ свои оригиналы документов. И у нас тут возникло еще пара вопросов по приемной комиссии, именно связанные. Известны ли даты приема документов и с какого числа начинается работа приемной комиссии? Но это все идентичные вопросы. И подкрепленный вопрос, отличается ли формат приема в магистратуру очного и заучного отделения? Ну, я скажу о начале приема. Начал приема у нас стандартно начинается с 20 июня. Соответственно, система «Буду студентом» уже будет работать, и вы сможете зарегистрироваться и, соответственно, уже подать заявление, если у вас имеется диплом о высшем образовании. Если диплома пока нет, то, соответственно, вы заявление подать еще не сможете, так как там нужны данные диплома и его, соответственно, скан. А по поводу экзамена Лариса Сергеевна? Давайте, да, я, наверное, дополню. Ну, следует сказать, наверное, изначально, что вся приемная кампания будет проходить онлайн, дистанционно. То есть в университете мы с вами в этом году не встретимся. Поэтому дата начала работы приемной комиссии, она, безусловно, начнется, но вам приходить в университет для подачи документов не придется. Все документы, все заявления подаются онлайн через социально-образовательную сеть. «Буду студентом» с сайта абитуриенко.пфу.ру. То есть вы регистрируетесь на этом сайте, указываете свои данные, выбираете интересующие вас направления, заполняете все необходимые поля, подаете соответствующее заявление, проходите вступительное испытание, и после этого уже принимаете решение о зачислении или о нежелании поступать в магистратуру юридического факультета. Что касается формата проведения экзамена, повторюсь, у нас в конкурсной группе установлены единые и установлены единые вступительные испытания. То есть формат поступления на очную форму, на заочную форму ничем не отличается. Кроме того, вы можете сразу подать заявление и на очную форму, и на заочную форму. Более того, мы даже рекомендуем это делать. Не ограничивайте себя, потому что если вы подадите документы только на очную форму, например, не поступите, но наберете достаточное количество баллов, например, для заочной формы, но не подадите заявление, вы и на бюджет на заочную форму сможете не поступить. Поэтому не ограничивайте себя, подавайте максимально возможное количество заявлений. Вступительные испытания будут одно. То есть даже если вы подадите документы на очную форму и на заочную форму, вы один раз даете экзамен, и ваш результат будет учитываться в разных конкурсных группах. Отдельно в конкурсной группе на очную форму, отдельно в конкурсной группе на заочную форму. Далее вы уже посмотрите, где у вас больше шансов, например, поступить на бюджет, и подаете согласие о зачислении на ту форму, которая для вас будет являться наиболее приоритетной. То есть задача одна на все, да? Абсолютно верно. Экзамен один, задача одна, формат проведения экзамена абсолютно одинаковый для очной формы, для заочной формы. Просто потом уже ваши результаты будут учитываться в тех конкурсных группах, на которые вы подавали заявление. И там, где у вас больше шансов поступить на бюджетную форму, вы ту форму обучения можете для себя выбрать. То есть если вы подавали заявление на очную форму, на заочную форму, и набрали, например, 80 баллов, и вы видите, что да, в заочной группе вы на бюджет проходите, а по очной форме нет, тогда вы можете подать согласие о зачислении на заочную форму. То есть этот формат весьма оптимален и удобен, потому что он позволяет абитуриентам сдать всего лишь один экзамен, и дальше уже, исходя из своих шансов, выбирать, какой профиль он, на каком профиле желает обучаться, на какой форме обучения. Хочется еще подчеркнуть как раз нюанс, чтобы ребята, когда поступали, делали вот эти специальные отметки, указания галочками. Все возможные варианты поступления. Очная, заочная, бюджет, контракт. То есть насколько это возможно по бюджету собственной семьи, по возможностям. Если на контрактное отделение все-таки человек может потенциально попасть, хотя и, может быть, хотел бы поступить на бюджет, то лучше все-таки это сразу отметить, потому что потом, когда возникает проблема, что бюджетных мест не хватает, и человеку хочется все-таки учиться, вот от того, поставил он эту галочку или не поставил, будет решаться вопрос, может ли он поступить на юридический факультет или нет. То есть у нас бывали даже случаи, когда, например, абитуриенты подавали заявление только на очную форму, ну, рассчитывали поступать на очную форму, к сожалению, по очной форме бюджета не получилось, а по баллам они проходили на бюджет заочной формы, но вот, к сожалению, не подали заявление, сроки прошли, и бюджетного заочного места они тоже лишались, поэтому не ограничивайте себя. То есть если бы был вариант, что вы на каждое ваше заявление еще отдельный экзамен сдаете, это одна ситуация, там, где нужно было бы готовиться, а здесь экзамен один, и просто ваши баллы будут учитываться в разных списках, в разных конкурсных группах. Возник еще вот такой вопрос. Задачи на вступительных испытаниях будут по какому предмету, то есть чтобы основывать хотя бы к чему готовиться? Как я отметила, в программе вступительного испытания, которая еще в октябре была размещена на сайте приемной комиссии, на сайте факультета, есть разделы по каждой отрасли, то есть у нас экзамен по, считается, что это экзамен по юриспруденции, задачи будут по профилям, то есть смотрите, когда абитуриент начнет экзамен онлайн, изначально это будет, нужно будет пройти через систему прокторинга, то есть провести идентификацию личности абитуриента, далее абитуриенту на выбор будут представлены 11 профилей. Сколько магистрских программ, столько и профилей. Абитуриент выбирает нужный ему профиль, открывает его, и там будет задача по профилю. То есть у нас на каждый профиль, на каждое направление магистрской программы, условно на каждую отрасль, будет своя задача. Если вы хотите поступить на профиль, например, юридической защиты прав граждан по уголовным делам, это как уголовного права, у вас будет задача по уголовному праву. Если вы хотите поступать на профиль частное право и бизнес, у вас будет задача по гражданскому праву. Судебный юрист, у вас будет задача по гражданскому процессу. Каждая задача также даны 5 вопросов. Из них два вопроса связаны с теорией, то есть именно в рамках той программы, которая заявлена на сайте. И три вопроса, они позволят выявить ваш уровень юридических знаний, ваше юридическое мышление, ваши способности решить какой-то кейс и казус. Но отмечу также, что конкурсная группа одна, то есть здесь не будет деления по профилям, например, что на частном праве и бизнес вот эти три человека лучше всего написали экзамены, и они проходят. Нет, вполне может быть, что лучше всего справиться с экзаменом ребята, которые, например, все желают обучаться на профиле частный право и бизнес, и все бюджетные места будут отданы на профиль частный право и бизнес. То есть вот здесь тоже сразу отмечу, иногда бывает такая проблема, что абитуриент выбирает вопросы или задачи по профилю, по которым ему кажется, будет меньше всего желающих обучаться, и сам себя ограничивает. Выбирайте то направление, которое вам интересно, потому что конкурсная группа одна. Если вы думаете, что у этого профиля меньше всего желающих, ну вы сами себя просто ограничите, потому что все равно список конкурсный будет общим на все магистрские программы. Возник вопрос, а можно ли на разные профили решать задачи? Нет, экзамен у нас один, и вы выбираете одну задачу. Вот здесь есть особенность. Поскольку, как вот Алиса Сергеевна сказала, группа одна, у нас это юриспруденция, специальность одна, то, соответственно, вы решаете задачу по, скажем так, направлению, которое вы отметили в первом приоритете. А вот второй и третий приоритеты, они могут быть в принципе использованы, если вы не проходите на это направление по решению той же самой задачи, которую вы решали на экзамене. То есть это направление, оно может быть не совпадает с тем, которое в итоге вы выберете для учебы, если не получается пройти по местам. Но, тем не менее, комиссиям, которые принимают экзамены, будет достаточно просто оценить уровень вводения соответствующим материалом. Ну и, соответственно, поскольку там пять вопросов внутри задачи, то можно будет вот эту вот связку с другими направлениями тоже провести. То есть, на самом деле, да, выделение задач по профилям, оно связано с чем? Тем, что, обучаясь на бакалавриате, наверное, у каждого из нас были свои какие-то интересы, свои приоритеты. Поэтому мы по профилям разделили задачи, чтобы облегчить вступительные испытания поступающим, но критерии оценивания одни. И повторюсь, нам важно не ваше знание в этой области, а нам важно выявить ваши знания именно в юриспруденции в целом. Поэтому критерии оценивания будут одни, и ваш профиль, ваша выборная задача, это просто облегчение, так скажем, вашего вступительного испытания, чтобы вам было проще справиться с ним, а уже дальше мы будем проводить оценку по уровню ваших знаний, по вашему умению рассуждать, по вашим умениям пользоваться нормативным материалом, по вашим умениям анализировать правоприменительную практику. Сколько времени будет даваться на решение задачи, и в какой форме, куда нужно будет отправить на нее ответ? В общем, интересует техническая часть, как это будет выглядеть? Мы поняли. Сразу отмечу, что техническая часть сейчас у нас в состоянии разработки, то есть пока идет вот эта вот работа по налаживанию системы, поэтому пока мы отметим в таких общих чертах, но в дальнейшем вся информация, безусловно, она появится у нас и на сайте, и в нашей группе ВКонтакте, на решение задачи будет выделено 120 минут, то есть в то же самое время, что заявлено в программе вступительного испытания. Вы входите в систему, изначально идет процедура идентификации вашей личности, далее вы нажимаете на интересующий ваш профиль, на соответствующую вкладку, перед вами выходит текст задачи, также к системе прикрепляется бланк, вы этот бланк скачиваете, либо распечатываете, вы в рамках данного бланка, вы его заполняете, решаете свою задачу, далее вы этот бланк распечатываете, ставите свою подпись на каждом листе, сканируете свой ответ, либо фотографируете, и прикрепляете к системе, и параллельно отправляете на наш почтовый адрес, электронный адрес, извиняюсь, на адрес нашей электронной почты. Если у вас нет возможности печатать ответ, тогда вы распечатываете бланк и от руки решаете задачу письменно, тоже фотографируете, сканируете, и нам свой ответ высылаете. То есть для этого требуется хорошая камера, как я понимаю, на ноутбуке, допустим, телефон и листочек, бумажка. Абсолютно верно. Система прокторинга, повторюсь, она требует обязательно идентификации личности, для этого обязательно нужна веб-камера. Ну, здесь технические возможности мы понимаем у всех разные, поэтому телефон, хотя бы самый элементарный, это наличие телефона с камерой. Мы эту проблему, безусловно, понимаем, тоже обсуждаем различные варианты, исходя из ситуации, но, к сожалению, требования идентификации никто не отменял. А можно ли где-то сейчас уже ознакомиться буквально с примерами задач, которые будут? Что-то посмотреть, какой-то материал. Программа вступительного испытания у нас сейчас корректируется, потому что как раз-таки есть потребность детального расписать процедуру вступительного испытания. Мы сейчас программу корректируем, и буквально, я думаю, на следующей неделе разместим ее на нашем сайте, где будет вся информация по этапам, в том числе пример решения задач. Поэтому да, конечно, можно будет. Ну, всеми любимый вопрос, который у нас всегда присутствует, это какие условия все-таки даются? Бакалаврам мы знаем, даются ли магистрам те же самые условия, что там общежитие, стипендии, какая сумма, что и как? Ну, магистранты, очники у нас пользуются... Всеми теми же самыми возможностями, которые существуют и у бакалавров, и у специалистов. То есть, да, конечно, предоставляется общежитие, опять же, независимо от того, бюджетное направление или контрактное направление подготовки. Соответственно, то, что касается общежития, то это, ну, как бы два наших больших кампуса. Это, соответственно, деревни-универсиады, университетские общежития. И это студенческий городок, соответственно, на красной позиции. То есть и то, и другое направление как бы возможно. Ну, плюс еще есть наши общежития, которые находятся рядом с университетом на Пушкино. То, что касается иных условий, да, как бы стипендиальный, опять же, формат, он возможен, если речь идет о бюджетном обучении. То есть, если это контрактное обучение, понятно, что о стипендиях не говорят. Ну, и те же самые условия, в принципе, существуют и по отношению к магистрантам в том, что касается дополнительных финансовых возможностей. Да, если мы говорим, допустим, о стипендии Оксфордского фонда. То же самое, да, как бы те же самые условия, претендии на того, чтобы получить вот эту стипендию Оксфордского фонда. Стипендии Патанинского фонда, Оксфордского фонда, стипендии президента республики Татарстана, специальные юридические стипендии. Это все возможно для наших магистрантов. Более того, наши магистранты каждый год являются стипендиатами. Да, активно участвуют во всех мероприятиях, конкурсах, в тех проектах, которые реализуются в нашей стране и за рубежом. То есть, здесь, на самом деле, как раз в отношении академической мобильности, в том числе, получаются гранты на поездки за рубеж, в том числе через зарубежные фонды или через международные организации, через российские структуры. Очень важно отметить, наверное, что магистранты — это все-таки следующая ступень высшего образования, и она в большей степени ориентирована на исследовательскую работу. Поэтому наши ребята, магистранты, например, участвуют в проектах, которые связаны с грантами Российского фонда фундаментальных исследований. У нас на юридическом факультете сейчас как раз реализуются три таких грантовых проекта РФФИ, и практически во всех участвуют магистранты. То есть, аспиранты, магистранты — это уже та группа наших обучающихся, которые вполне могут участвовать в исследовательской деятельности и помогают своим научным руководителям. То есть, было бы желание, а возможности они всегда найдутся, и если не найдутся, то мы их с радостью создадим. Вопрос по вступительным. Все-таки экзамен у нас продолжается. Можно ли пользоваться нормативными актами на экзамене? Или должен быть примерный ответ на задачу без ссылки на нормативный акт? Безусловно, можно пользоваться нормативными актами. Более того, некоторые вопросы прямо подразумевают анализ правоприменительной практики. поэтому пользоваться справочными правовыми системами можно, но только справочными правовыми системами. Система прокторинга позволяет вести запись и вашего изображения во время написания вами экзамена, и вести запись вашего рабочего стола и тех вкладок, по которым вы переходите во время вступительного испытания. Мы получим соответствующие видеозаписи, мы будем видеть, чем вы пользовались, то есть, повторюсь, там есть теоретические вопросы, и отвечать на теоретические вопросы вы должны, безусловно, с учетом имеющихся у вас знаний, а уже отвечать на вопросы, требующие ваших практических навыков, вы можете с использованием нормативных актов в справочных правовых системах. У нас полностью правовой системы Гарант. Да, более того, мы сейчас даже ведем переговоры со справочной правовой системой Гарант. На данный момент мы договорились об открытии полного доступа данной системы для итоговой аттестации наших выпускников, и мы, наверное, проведем соответствующие переговоры для вступительных испытаний. То есть, вот они откроют ссылочку прямо на экран? Да, они ведут логин и пароль и будут пользоваться. Имеются ли приоритеты при поступлении студенты краснодипломники КФУ ЮРФАКа? Ну, приоритеты КФУ ЮРФАКа, прям их и безусловно, и быть не может, потому что краснодипломник любого направления, это все-таки краснодипломник. Здесь отметим, что при поступлении в магистратуру каких-либо приоритетов нет. То есть, результаты поступления определяются только итогами вступительного испытания. И на бюджетное место пройдет тот абитуриент, который наберет максимальное количество баллов именно по итогам вступительного испытания, даже если его не краснодиплом. Когда нам поможет краснодиплом? Если сложится ситуация, когда два абитуриента наберут одинаковое количество баллов вступительное испытание, то есть при равенстве баллов, вот здесь мы будем учитывать среднюю оценку его диплома о высшем образовании. И здесь, безусловно, если у вас краснодиплом и одни пятерки, то вам это может быть плюс. Ну и вот, как правило, как раз мы последние несколько лет используем такую модель, когда предлагаем ребятам, которые поступают в магистратуру, представить документы, подтверждающие какие-то дополнительные навыки, знания, результаты. Это грамоты, сертификаты, связанные с участием в конкурсах, олимпиадах, конференциях, соответствующие публикации и так далее. То есть вот так называемое портфолио абитуриента. Вот как раз в случае, когда у нас возникает проблема выбора и при равенстве баллов, соответственно, вот этот портфолио может очень хорошо сыграть свою роль и показать, что у этого абитуриента есть дополнительные знания, дополнительные соответствующие успехи, которые имеет смысл применить в дальнейшем в обучении. Владение иностранным языком в том числе, кстати говоря. А как в этом году будет проходить поступление иностранных граждан? То есть все так же или какие-то тонкости имеются другие? Ну то есть фактически процедура приема та же самая с учетом того, что мы проводим эту процедуру дистанционно, с использованием системы проктеринга. Поэтому все граждане государств зарубежных участвуют в том же самом конкурсе и могут точно так же подать заявление, указать соответствующие отметки, выбрать приоритеты и так далее. Они могут участвовать в том числе в конкурсе на бюджетные места. И здесь есть несколько моделей. Соответственно, есть группа стран, это Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Республика Беларусь. Граждане этих государств могут претендовать на поступление на бюджетные места без каких-либо ограничений. Есть соответствующая модель статуса отечественника, который можно также подтвердить через нашу процедуру университетскую, в том числе с подачей документов и отметкой в системе Буду студентом. Там нужно будет соответствующе указать позиции и представить подтверждение того, что человек является отечественником. Здесь уже не будет ограничения по конкретным вот этим четырем странам, это может быть шире. Как правило, это, конечно, государство бывшего, республики бывшего Советского Союза. И также речь идет о том, что есть возможность поступать иностранным гражданам, независимо от того, из какой части мира они готовы поступить к нам, через соответствующие модели, предоставленные нашим агентством по сотрудничеству с зарубежными странами, так называемое Россотрудничество. Есть практически в большинстве стран мира представительство этого агентства, российского федерального агентства по сотрудничеству. И эти центры, как правило, называются центры культуры и языка, которые в государстве есть, вот они имеют соответствующие квоты на поступление по гослинии. Соответственно, Российская Федерация выделяет ряд соответствующих стипендиальных проектов, программ для поступления абитуриентов и в магистратуру. Это касается и бакалавриата в том числе, но это касается тех программ, которые прошли государственную аккредитацию. В нашем случае на юридических факультетах это касается программ бакалавриата на сегодняшний день и программ магистратуры. И, наверное, скажем, что у нас есть англоязычные магистрские программы. Ну и нужно отметить, что есть на нашем факультете несколько программ, в данном случае три программы, которые имеют особый статус. То есть есть программы, которые реализуются на английском языке полностью. Это программа European International Business Law, Европейское международное бизнес-право, это полностью стопроцентная англоязычная программа, поэтому это как один из элементов особых нужно отметить. И эта программа в том числе уже второй год реализуется совместно с Евразийским национальным университетом имени Льва Николаевича Гумилева из Республики Казахстан. У нас есть ребята, которые обучаются сейчас по программе в ЕНУ в Евразийском национальном университете и в этом году должны как раз приехать к нам. Есть программа, которая реализуется в консорциуме вузов, российских вузов, девять таких вузов, под эгидой Управления Верховного комиссара по правам человека Организации Беденных Наций. Эта программа разработана и реализуется в Казанском университете с 2013 года. Эта программа называется «Международная защита прав человека». Тоже очень интересная программа, она, скажем, двуязычная, поскольку в основном речь идет об обучении на русском языке, но поскольку здесь много возможностей предоставляет специальный грант Министерства иностранных дел Российской Федерации, то приглашаются иностранные профессора, и они вычитывают свои лекции и ведут занятия на английском языке. И есть программа, которая реализуется у нас совместно с университетом имени Канта, Балтийским федеральным университетом. Эта программа проводит сопровождение бизнеса. Это русскоязычная программа, но она тоже имеет такой сетевой статус. Ну и еще отмечу, что программа «Международная защита прав человека» в 2017 году получила международную аккредитацию. То есть в том числе есть такой интересный и значимый статус, это международная аккредитация немецкого агентства «ВАЛАК», ну и, соответственно, наших российских аккредитационных агентств. То есть это бывает важно для иностранных именно граждан, чтобы программа имела и международную аккредитацию, то есть такая программа на Юрфаке имеется. Будут ли в этом году предусмотрены льготные места при поступлении на бюджет? И если да, как можно будет прикрепиться и подтвердить? Льготные места у нас имеются. Сведения о льготных местах есть в плане приема на сайте приемной комиссии Казанского федерального университета. На бакалавриате таких мест три у нас, на специалитете льготных мест нет, так как там нет бюджетных мест, там только контракт. И на педагогическом отделении на бакалавриате там два льготных места. Также, когда вы будете подавать заявление, там есть вкладка «Льгота», и, соответственно, вы должны будете, во-первых, поставить галочку в заявлении о том, что вы являетесь инвалидом или там сиротой, а также во вкладку «Где льгота» нужно будет приложить документы, которые это свидетельствуют, и, соответственно, подать заявление. На магистратуре льготных мест у нас нет. Да, то есть отмечу, что если вы план приема тоже откроете, вы увидите, что особый квот для магистратурских программ не выделено. Для поступления на англоязычные программы необходимо сдача международных экзаменов в виде TOEFL или IELTS. Если да, то скольки баллов необходимо набрать? Ну, в данном случае наша программа реализуется пока на текущий момент нашим университетом в полном объеме. Соответственно, мы не требуем представления каких-либо специальных подтверждений международных экзаменов, но владение языком проявляется в последующем. В рамках непосредственно экзамена, опять же, да, который установлен, он общий для всех, он проводится на русском языке. Задачу, которая представлена по профилю европейского международного бизнес-права, допускается решать и на русском, и на английском языках. Да, двуязычный вариант решения задачи. И в дальнейшем мы просим обычно по практике, которая есть, представлять соответствующие подтверждения владения иностранным языком. Вот тот уровень, который у вас есть, нужно предоставить. Соответственно, мы будем обращать на это внимание, опять же, при равенстве соответствующих баллов. Ну, обязательно вот такого входного барьера для поступления на англоязычную программу нет? Ну, мы ведем сейчас переговорный процесс с двумя университетами. Это университет Лондона и, в частности, Куин Мэри колледж. И это, соответственно, Швейцарская академия международного и сравнительного права. Вот в рамках этих двух структур, возможно, наша программа будет иметь совместный формат. Ну, на 2020-2021 учебные годы пока этот вопрос не ставится, поэтому любой уровень владения иностранным языком, который у вас есть, вы можете подтверждать. Ну, естественно, что учиться легче, если уровень не ниже соответствующего варианта B2-C. Ну, конечно, C1-C2 — это оптимальный вариант. Если все-таки не набираться на определенную программу количество человек, то направление открывается или же нет? Большое спасибо. У нас на уровне университета установлено определенное минимальное количество человек в группе. И для магистратуры установлено, что в каждой группе должно быть минимум 10 человек. Поэтому магистрский профиль откроется, если будет минимум 10 желающих на него поступить. Как мы в данном случае работаем? То есть так как конкурсная группа одна, то при подаче заявлений именно через систему абитуриент вы не сможете выбрать профиль, на котором вы хотите обучаться. Вы сразу выбираете конкурсную группу. Далее мы уже на своем локальном уровне, на уровне структурного подразделения, связываемся с каждым абитуриентом, просим его заполнить соответствующие внутренние заявления о выборе профиля, уже конкретного профиля, где он хочет обучаться. И по итогам собранных заявлений мы принимаем решение, открывается данный профиль, набирается группа или нет. Если профиль не открывается, например, там менее 10 желающих обучаться, тогда мы опять в индивидуальном порядке связываемся с каждым абитуриентом и либо ведем с ним переговоры, предлагаем иные направления, иные профили. Если же ему принципиально данное выборное направление, ну тогда мы, конечно же, его не заставляем к нам поступать у нас, учиться. Жаль, конечно, но мы желаем ему всего самого лучшего и прощаемся. Сколько мест предусмотрено от бюджета на заочную форму обучения и какой минимальный проходной балл? Давайте я еще раз повторю, у нас в этом году 34 бюджетных места на очную форму, 23 бюджетных места на заочную форму и 2 бюджетных места на заочную форму на профиль правовой сопровождения бизнеса. Минимальное количество баллов 40, максимальное количество баллов 100. Проходной балл нам пока неизвестен, он будет определен по итогам вступительного испытания. Также хотелось бы отметить, что в этом году установлены и цифры приема на контрактное отделение. Это 90 договорных мест на очную форму, 122 договорных места на заочную форму. Поэтому в этом году тоже советую не затягивать с принятием решения, потому что на контрактную форму тоже установлены предельные величины. И в течение какого времени появятся результаты по задаче экзамена вступительного? В соответствии с правилами, установленными в Казанском федеральном университете, результаты письменных вступительных испытаний объявляются в течение трех рабочих дней. Возможно, мы смотрим все-таки бакалавры, было бы интересно слышать, как проходит стажировка в случае, бакалавриат мы можем не затрагивать, но в случае магистратуры, как проходит стажировка? Ну, практика, да, летняя стажировка, практика. Да, давайте мы расскажем, безусловно. Каждый год мы меняем формат проведения практики, вида практик, исходя из опыта, исходя из запросов. На 2020 год у нас заявлена педагогическая практика, это требование образовательного стандарта, потому что мы готовим в том числе к педагогической деятельности. Это практика производственная, это практика преддипломная. Но что касается магистратуры, здесь с практикой немножко все попроще, потому что многие магистранты уже имеют опыт работы, и они уже работают обучаясь в магистратуре, поэтому, конечно же, они проходят практику по месту работы, здесь мы им ни в коем случае не препятствуем, наоборот, поощряем прохождение практики по месту работы, поэтому здесь вопрос так остро не стоит. Те же магистранты, которые не работают или которые не имеют опыта в юриспруденции, их мы обеспечиваем местами прохождения практики, исходя из профиля, исходя из их темы дипломной работы. То есть это могут быть государственные органы, судебные органы, адвокатура, юридические фирмы. Все зависит от желания магистранта и от того направления, которое он для себя выбрал. Если добавить, у нас у юридического факультета, в частности, есть достаточно большое количество договоров и с органами государственной власти управления, безусловно. Это и госсовет, это и министерство юстиции, это и следственный комитет, это и прокуратура и так далее. С ведущими работодателями, в том числе и с организациями, которые занимаются коммерческой деятельностью, тоже с крупными структурами есть хорошие договоренности. Поэтому практика, в принципе, достаточно хорошо проходит и главный вопрос, конечно, это заинтересованность своих магистрантов в том, чтобы эту практику пройти. Ну а поскольку учеба у нас ориентирована все-таки на вечернее время, и вот это один из особых элементов, которые существуют в нашем магистратуре, то есть обучение происходит после пяти часов вечера. В этом случае, конечно, большинство магистрантов уже работает и приходит после работы на учебу. Также, что касается практики, она имеет еще одно свое преимущество по сравнению с практикой на бакалавриате. Все-таки, проходя практику в магистратуре, у нас обучающиеся уже имеют высшее образование. И итогом практики может стать не только отличная оценка, полученная у преподавателя, но итогом практики часто бывает и последующее трудоустройство, потому что магистранты весьма успешно показывают себя, показывают свои знания. И у нас было достаточно много хороших положительных примеров, когда по итогам практики магистрантов приглашали к себе на работу, отмечая их знания, навыки. Поэтому практика в магистратуре, это безусловный плюс, есть возможность себя показать. Если заявление не было подано на другой профиль, а тот профиль, на котором было подано заявление, не открыт, это тот вопрос, который мы касались ранее, в любом случае, возможно ли перейти на другой профиль? Абсолютно возможно, в этом как раз таки плюс и единой конкурсной группы, и единого вступительного испытания. То есть, если вы вступительное испытание прошли, оно у нас одно, конкурсная группа одна, выбранный вам профиль не открывается, но единый формат испытания позволяет вам обучаться на другом профиле. При поступлении в юридический факультет какие гранты есть для иностранцев, для иностранных граждан? Специальных каких-либо грантов не предусмотрено в Казанском федеральном университете. Единственное, что здесь может быть плюсом для иностранных граждан. Во-первых, это то, что я говорил в академической мобильности. То есть, если вы поступаете на факультет, независимо от того, какая это будет форма бюджетная или контрактная, вы можете претендовать на получение стипендий для обучения за рубежом. То есть, вы можете получить по программе Erasmus+, соответствующую возможность поехать на полгода, допустим, за рубеж и поучиться. То есть, это компенсирует в определенной части стоимость обучения, которую вы платите в Казанский федеральный университет. То же самое касается дополнительных стипендиальных программ, грантовых проектов, которые касаются грантов РФФИ, Российского научного фонда, соответствующих различных других стипендиальных и иных программ, Потайницкая та же самая стипендия, Туманова и так далее. То есть, на которые вы можете претендовать, и для иностранных граждан это открыто. Вот это, конечно, в первую очередь. Но специальных проектов нет. Единственное, которое я уже назвал проект, это проект Россотрудничества. То есть, если вы подаете документы через Россотрудничество, через гослинию, То, соответственно, тогда эта оплата будет осуществляться по соответствующей линии. Есть еще возможность. Вот Китайская Народная Республика, кстати говоря, использует такую модель. Они выдают собственные стипендии. Это касается не только КНР, это касается и других стран. Государственные стипендии на обучение — это не Россотрудничество, Это собственные национальные программы поддержки обучения за рубежом. Также по аналогии, что есть в нашей стране, Это программа, в Республике Татарстан, в частности, есть программа Алгарыш, Которая также дает возможность получить грант на обучение за рубежом, В том числе для магистрантов. Кстати говоря, это тоже один из вариантов, который можно использовать. А есть ли очно-заочная форма и пристальные бюджетные места? Предыдущие два года очно-заочная форма у нас выделялась. В этом году очно-заочной формы нет, но и смысла в ней абсолютно нет, Потому что даже очники обучаются у нас в вечернее время, Чтобы адаптировать процесс обучения под их работу. Вы ранее говорили про 35 бюджетных мест, да? 34, да. Они распределяются, получается, по каждому направлению или же на каждое направление? Нет, у нас общая конкурсная группа. Распределение бюджетных мест по профилям — нет. Все распределение уже будет по итогам вступительного испытания. То есть нет такого, что на этот профиль три бюджетных места, а на это два. Конкурсная группа общая. Распределение будет между всеми абитуриентами, между всеми магистральскими программами. И самый важный, наверное, вопрос на сегодня — это про военный призыв. Как в случае человека, который завершил, поступает на магистратуру, точнее, Как ему получить срочку при поступлении в КФС? То есть это дистанционно как-то делается или что? Также, когда вы будете подавать заявление, вы можете прикрепить приписное свое свидетельство, которое будет передаваться в военный учетный стол, соответственно, и вас будут при случае поступления вашего на первый курс, вас, соответственно, прикрепят дистанционно, а по приезду вы уже лично посетите военный учетный стол. Ну и на этом мы завершаем наш инсталайс юридическим факультетом Казанского федерального университета. Сегодня на ваш вопрос ответила Кирилла Лариса Сергеевна, руководитель направления магистратуры юридического факультета КФУ, Давляд Гильдеев Рустем Шамильевич, заместитель деканов международной деятельности юридического факультета и Авдонина Юлия Николаевна, технический секретарь приемной комиссии юридического факультета. С вами была я, Диана Шилова. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok